Сэмойл Вимт – секреты христианского террористического государства Армения. Откуда взялись армяне? Чтобы найти ответ, не нужно далеко заглядывать в историю. Начало того, что можно назвать современной Арменией, наполнено кровью, мусульманской кровью. В 1820 году царская Россия предприняла первую из нескольких попыток расширить свою империю на запад, пытаясь осуществить вековую мечту о тепловодных портах. Сари начали завоевание, чтобы получить земли Османской империи вплоть до Средиземного моря и открытых морей. Русские не смогли обеспечить порт с теплой водой, и они передвинули свои границы на запад. В годы, последовавшие за 1820 годом, русские пообещали армянам, что помогут им создать собственное государство. В то время Османская империя переживала последний период упадка и распада. Русские пообещали создать Великую Армению в Восточной Анатолии. Россия обещала значительно больше земель между Черным и Средиземным морями, чем армянский народ когда-либо занимал в своей истории. На самом деле, по-настоящему независимой Армении никогда не было. Англичане раздули пламя, назвав Малую Азию в Библии Армении. Именно премьер-министр Уильям Гладстон в начале 1880-х годов выдвинул идею о том, что в интересах британцев расколоть Османскую империю. Он хотел создать ряд небольших дружественных государств под влиянием Англии на месте Большой Османской империи. Одно такое маленькое государство будет называться Армения. Гладстон попросил британскую прессу называть Восточную Анатолию Арменией. В 1877 и 1878 годах была еще одна война между Османской империей и Россией. Когда война подходила к концу, христианский армянский патриарх Стамбула Нерсес Варджибидян обратился к русскому царю с просьбой сохранить за собой земли, занятые его войсками в Восточной Анатолии. Когда война закончилась, патриарх попросил великого князя Николая присоединить к России всю Восточную Анатолию и помочь в создании автономного армянского государства, очень похожего на то, что создавалось для Болгарии. Конечно, этого не произошло, поскольку это не отвечало интересам русских. Британцы опасались такого влияния России на армян. Они пришли к выводу, что Россия будет большей угрозой, чем османы. Они поняли, что Великая Армения, в которой доминирует Россия, откроет Персидский залив и Индийский океан, где британские владения в Индии могут оказаться под угрозой. Великая Армения возникла не так, как хотели армяне. Однако армянские офицеры в российской армии продолжали работать, чтобы вызвать недовольство османских армян, предлагая им работать самостоятельно, чтобы обеспечить такую же независимость, какую добились христиане на Балканах. Следует отметить, что в 1800-х годах армяне были рассеяны внутри и за пределами региона, который сегодня включает в себя Армению, Грузию, Азербайджан, Иран и Восточную Турцию. Везде, за исключением нескольких небольших анклавов, армяне составляли незначительное меньшинство населения. Когда русские приобрели земли к югу от Кавказских гор, они изгнали мусульманское население, которое попало под их контроль. Мусульман заменили христианами, которых русские считали лояльными русскому христианскому правительству. Армяне-христиане были центром этой политики, им были предоставлены земли, полученные русскими без выплаты какой-либо компенсации. В Ириванской области, которая является сердцем современной Армении, большинство населения до того, как они были переселены, были мусульманами. Русские заменили их армянами. Так Армения приобрела то, что она сегодня называет своей исторической родиной, непрямыми потомками библейского ноя, как утверждают многие армяне, а русскими между 1827 и 1878 годами. Во время насильственного выселения мусульман России нередко умирало до одной трети мусульман, которых заставили покинуть свою собственность. Русские насильственно выселили около 1,3 миллиона мусульман в период с 1827 по 1878 год. Россия начала войны с османами в 1828, 1854 и 1877 годах. Каждый раз русские наступали, а затем были вынуждены отступить. Когда русские отступали, армяне, опасаясь возмездия мусульман за насилие, которое они причинили нехристианам, бежали вместе с русскими. В 1890-х годах в Восточной Анатолии вспыхнули армянские восстания. В результате было убито много мусульман и христиан. То же самое повторилось во время русской революции 1905 года в Азербайджане. Гражданская война между христианами и мусульманами снова вспыхнула, когда началась Первая мировая война. Армянские революционеры, многие из которых прошли обучение в России, пытались захватить крупные османские города в Восточной Анатолии. Им удалось захватить безоружный город Ван и удерживать его до прихода русских. Армяне убили всех, кроме нескольких мирных мусульман в городе и близлежащих селах. Такие убийства с обеих сторон продолжались до 1920 года, через два года после официального окончания войны. Многие турки, мусульмане-османы и армяне-христиане умерли от голода и болезни. В учебниках нет исторических упоминаний об этой колоссальной мусульманской потере. Эти учебники рассказывают истории о массовых убийствах мусульманами армян-христиан, болгар-христиан и греков-христиан. Но в западных учебниках нет письменных отчетов о мусульманских потерях и массовых убийствах, совершенных христианскими народами. В Соединенных Штатах христианский армяно-американский народ в последние годы развернул кампании, чтобы заставить города, штаты и национальное правительство осудить мусульманскую Турцию за совершение в 1915 году. По утверждению армян, геноцида около 1,5 миллиона христиан-армян. Если такую историю придумывают армяно-американские христиане для поддержки армянских планов, другие христиане должны им противостоять. Продолжение будет в следующих видео.